Попросить защиту, попросить оберег, потому что я целитель, а целитель делает много вещей. Калидуют люди, проходят святки, пошел дым, простить обиды, погрузиться в себя. Не удивляйтесь, если вы меня видите с плакатами по анатомии. Есть, конечно, многие люди, которые не могут, собственно говоря, сделать этот... Я бы не сказала, что это ритуал, это самая настоящая чистка помещения. И сила трав, она мощная, энергетика и матрица вообще, которая как сетка ложится. И выбирает в себе вот именно каждый негатив, каждая негативная эмоция – это проявление той или иной сущности. Собственно говоря, которое называют либо подселение, либо порча, либо скласс, либо болезнь – это явление одной из негативных сущностей. Так вот, я уже говорила, что я проживаю в Германии. И если кто-то меня смотрит из Германии, конечно, я тоже посещаю помещение и делаю чистки вашего дома, собственно говоря. Я пробовала делать это онлайн. Все отлично получается, тоже преобразования идут. Ну, конечно, желательно личное присутствие, то есть посещение помещения и окуривание. Но онлайн тоже получается. Моя сила достаточно широкого спектра. И последствия, они чисток на лицо. Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. С вами Мария Алексеев. Хотела совсем коротко вам рассказать. Вот мы приехали недавно, и тут много что случилось, пока нас не было. И хочу окурить помещение наше, потому что нехорошо здесь. Чужие эмоции и чужие мысли. Это не важно. Важно то, что в целой Европе начинаются так называемые раухнехты. Раухнехты – это такое время суток. Не время суток, а сезон погружения в себя и соединения со своей душой. То есть в это время с 25 декабря до 6 января, как вы знаете, проходят, калейдуют люди, проходят святки. Потом и Новый год, и Рождество в России. А в Европе наоборот сначала Рождество, потом Новый год. Вот, и целенаправленно берутся смеси из древле в эти время суток, чтобы соединить нашу, настроить душу нашу с невидимым миром. Попросить защиту, попросить оберег для дома. Люди окуривали скот, люди окуривали помещения, погреба, детей. Я не знаю, все окуривали. И вот в это время суток как-то, опять я говорю время суток. В этот сезон, в этот период, очень важно поглубиться внутрь себя. Подытожить как бы прошедший год, что случилось, что произошло в нашей жизни, как мы справились с теми или другими нам данные. И также обстоятельства примерно, а также не только обстоятельства, а то, что и был нашим выбором. Потому что иногда мы выбираем то или иное, а потом сетуем на судьбу. Типа то, что судьба как бы виновата в том, потому что надо замечать, где мы делаем свой выбор и берем тем паче ответственность на себя. А где просто сейчас огонь разгорится, догорит, и тогда пойдет дым. То есть я делаю большое окуривание, потому что я и говорю, что произошло очень много такого нехорошего, наше отсутствие. Окуривание происходит в помещении. По сути дела берутся травы, высушенные травы, делаются сборы. И примерно я здесь, как вы видите, положила очень много. Сейчас в это время созревает мистель. Мистель это амела на русском. Вот пошел дым. Амела. Или мистель. Если кто-то меня смотрит из Германии. Окуривается амелой. Прям должен быть стоять такой плотный дым от трав. Зверобой, можжевельник, амела, душица, тысячелистник, семена могильника, розмарин. И подбираются вот такие зверобой, конечно, полынь, это само собой. И окуриваются стены, окуриваются помещения настолько, чтобы и мебель, и книги, и ваша утварь. Залезьте в каждую щелочку и окурите хорошо ваше помещение. Просто изгоняйте все плохое. Все плохие эмоции, собранные, накопившиеся у вас в квартире или в доме за целый год. Потому что дом, в котором мы живем, как наша душа, как наша аура. То есть, когда мы собираем в себя негативные эмоции, вы знаете, что мы начинаем заболевать. Или с нами происходят те или иные негативные вещи. Так вот, когда мы живем в квартире, собственно говоря, каждый день, встречаясь с теми людьми, кто живет с нами, и происходят те или иные дебаты, выяснение отношений, всплески эмоций, иногда негативные. Чаще всего, наверное, негативные споры, слезы, обиды, которые, невысказанные мысли, слова. Это все в виде негативных эмоций просто внедряется в стены, в вещи, в утварь дома. Поэтому вот в эти дни, в этот период особенно важно окуривать помещение, дабы очистить свою душу, своего дома, ну, так же и себя. Свои мысли, простить обиды, погрузиться в себя. Отпустить все ненужное, все лишнее. И после седьмого уже будет продолжаться время суток, будет уже светлее, пройдут сумрачные дни. Свет победит тьму. И, конечно, мы будем уже жить дальше. Опять закрутится колесо жизни. И мы через пару месяцев встретимся с весной. На этом я заканчиваю короткое обращение и информационный ролик о обокуривании помещения. Желаю вам плодотворных зимних вечеров и хороших праздников, если мы с вами еще не увидимся до тех пор. С вами была Марика и Алексей. Наш канал разнообразен, полон магии, тайн, ритуалов, знаний по травам, а также психология отношений на первом плане у нас здоровье, как устроен человек, что такое психосоматика, потому что сома – тело, пси – это душа. И дух, он как бы ведет нас тут в этой жизни. Он соединяет дух и душ, он посредник между этими мирами. Так вот, когда болеет душа, когда дух недоволен, не может идти вперед, туда болеет и тело. Поэтому наш канал обо всем. Поэтому вы найдете разнообразие информации. Не удивляйтесь, если вы меня видите с плакатами по анатомии, физиологии, и тут же меня видите с какими-то перьями и окуривательными смесями, потому что я целитель. А целитель делает много вещей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте с нами. Под видео вы найдете наши ссылки на инстаграм, а также на ВК, ВКонтакте и на Фейсбук. До следующей встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok